библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте мы с вами на библейском портале экзегет и меня зовут дмитрий гердж добыкин мы с вами читаем книгу премудрости соломона и сейчас первая глава читать я буду по синодальному переводу потому что других переводов не на русский язык нет я буду прочитывать стих и давать небольшие комментарии на этот стих сразу хотелось бы сказать что любой человек который читает священное писание достаточно часто когда он будет читать какой-то незнакомый библейский текст но уже читал читав священное описание он может понять ну если не каждое слово или каждое предложение то общий смысл поэтому мои комментарии они достаточно простые но я думаю что мы сможем вместе с вами разобраться с текстом этой книги и так в начале книги автор обращается к судьям и говорит им любите справедливость судей земли право мыслить о господи и в простоте сердце ищите его в данном случае справедливость это не только истина правильное правильное поведение но это исследование закону божьему потому что дальше он будет говорить о законе божьем судьи в данном случае это не те вот судьи которые сидят в судах в мантиях в париках там с молоточком нет судьи это и в данном случае правители земли ну и вообще те у кого есть власть понятно что автор этой книги обращается конкретным правителям которые жили в его время но так как эта книга осталась в священном писании то вот это обращение она не только к правителям но и ко всем людям право мыслить о господи это не означает ортодоксия это скорее ортопраксия то есть правильная жизнь в соответствии с волей божьей и в простоте сердца вот тут важный такой момент потому что дальше автор будет говорить о таких людях которые задают испытывают господа и его всемогущество простоте сердца то есть открыв свое сердце к богу искать его искать для того чтобы встретить и жить с ним здесь не только про поиск вот живет живет человек ищет ищет бога а потом находит нет поиск бога это поиск который мы ведем каждый день своей жизни почему потому что когда мы отступаем от господа господь как говорит священное писание отворачивается от нас и наше покаяние это возвращение господу это нахождение его и вот бог отвернулся а мы ищем его лицо чтобы он вновь посмотрел на нас далее второй стих ибо он обретается не искушающим его является не неверующим ему искушающие его это испытывающий божие терпение божие всемогущество во второй главе автор будет говорить про неверующих которые считают что бог не вмешивается в человеческую жизнь вот стоит ли проверять и автор говорит не стоит далее он говорит о том что бог открывает себя верующим не неверующим наверное вы сталкивались такой ситуации когда люди неверующие говорят но если бог явится мне то я в него поверю ну во первых бог является личностью и он сам решает кому ему являться к кому ему открываться и еще можно сказать так если вы уверуете то бог вам откроется и поэтому да бог скрывает себя от неверующих и он имеет право это делать третий стих ибо неправые умственные отдаляют от бога испытание силу обличает безумных здесь продолжается та мысль которая звучала во втором стихе неправо умствования то есть неправильное понимание того кто является бог либо вообще отвержение бога как личности либо отвержение его воли либо отвержение его в его законов испытание силу его о чем здесь речь вот человек решает жить и не исполнять волю божию и тем самым он испытывает сколько бог будет его терпеть конечно человек который отвергает закон божий не думает об о том что ну вот я испытаю бога но к чему это приводит к безумию а безумие ведет к смерти 4 стих в лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать теле порабощенным греху здесь автор говорит о цельности человека душа и тело если человек живет греховно если он вот такой вот обманщик безумец лукавый то есть тот кто отвергает волю божию отвергает волю божию и живет в грехе тот не получит божие благословение этот не получит премудрость а премудрость это то что ведет к длинной жизни процветанию к детям то есть тем благословением которые бог обещал ветхом завете ибо святой дух премудрости удалиться от лукавства и уклониться от неразумных умств они и устыдиться приближающейся неправды мысли продолжается святой премудрости в данном случае мы конечно можем толковать как указание на одно из лиц пресвятой троицы но все-таки нужно понимать что это еще ветхий завет а тайна святой троицы это новозаветное откровение и в данном случае святой дух премудрости это просто действие божие в этом мире и бог не благословит тех кто поступает против его воли 6 стих человеколюбивый дух премудрость но не оставит безнаказанным богоскольствующих устами потому что бог есть свидетель внутренних чувств его истин зритель сердца и слышатель языка его значит здесь надо немножко слова переставить в другой последовательности потому что переведено вслед за греческим текстом но и можно сказать так подстрочно дух премудрости то есть дух божий он человеколюбивый то есть бог не хочет гибели грешников он готов скорее простить чем наказать однако бог не оставит без наказания тех кто богохульствует тех кто отвергает бога либо его волю это произойдет вне зависимости от того человек говорит ли либо это происходит его сердце здесь бог видит что происходит сердце человека во внутренностях его его мыслях не утом желаниях и как бы человек не лицемерил как бы он не изображал из себя хорошего либо даже благочестивого все-таки бог накажет потому что он все знает 7 стих говорит о везде присутствии божьем дух господа наполняет вселенную и как все объемлюще знает всякое слово здесь везде присутствие божие нужно для того чтобы показать что бог все знает посему никто говорящий неправду не утаится и не имеет его обличающий суд о каком суде здесь говорится здесь сложно ответить одна однозначно возможно это суд просто который происходит здесь на земле человек согрешил бог вмешался наказал этого человека возможно здесь имеется ввиду и конечный суд который произойдет после смерти человека в эпик в этой главе ничего не говорится о всеобщем воскресенье поэтому скорее всего это суд после смерти ибо будет испытание помыслов нечестиво и слова и взойдут господу в обличении беззаконнего потому что ухо ревности слышит все и ропот не скроется сложно сказать еще раз повторюсь что какой здесь имеется ввиду суд то ли суды которые происходят в каждый там час или в каждой каждой этапе на наш нашей жизни либо это конечный суд здесь хотелось бы обратить внимание на такое интересное словосочетание ухо ревности ну понятно чье это ухо это ухо божие и небольшое примечание когда о боге говорится как о человеке это называется антропоморфизмы и в данном случае это не означает что у бога действительно есть ухо это означает что бог слышит мы слышим ушами а чем слышит бог ну наверное тоже ухом значит а вот ревность это чувство и в экзегетике вот приписывание богу человечки чувств называется антропопатизмы и как-то очень странно может показаться что бог назван ревнителем ухо ревнителя но вот это выражение что бог является ревнителем она встречается неоднократно чаще всего правда эта ревность относится к закону к исполнению заповеди и к завету и невозможно понять вот это слово ревность если не разобраться как библия понимает завет между богом и людьми используются разные образы но самый частый образ это образ семьи мужа и жены муж это господь израиль это жена и вот на синае бог и израиль вступили в завет в договор союз точно так же как муж и жена вступает в брачный союз что требуется от жены прежде всего это верность и вот израиль должен был быть верен богу верен просто богу не отступать от бога и не поклоняться другим богам и исполнять волю своего мужа исполнять волю боже израиль выступал неверной женой он постоянно отступал от бога постоянно грешил постоянно поклонялся другим богам поклонялся идолам и вот бог называет себя ревнителем как ревнивый муж неверной жены но здесь скорее речь идет не он союзе не а завете а о том что бог не терпит тех кто нарушает его волю если читать эту книгу то становится ясным что адресат этой книги не только евреи но и те кто окружает евреев то есть язычники и как бы получаю и получается такой звучит такой вопрос подождите а как язычники могли испытывать ревность божию потому что на ниши язычники они не знали законов божих и как от них можно чего-то либо требовать можно было требовать апостол павел говорит о том что закон написан на сердцах всех людей то есть каждый человек знает в той или иной степени волю божию что правильный что неправильно и вот бог обращаясь каждому человеку как бы задает ему вопрос исполняешь ли ты тот закон который я написал на твоем сердце исполняешь хорошо но человек чаще всего не исполнял и вот здесь господь имел право выступить как ревнитель и наказать тех людей которые были ему не верны не верны через неисполнение закона и так хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка ибо и тайное слово не пройдет даром а клевещие 100 убивают душу вот ропот ропот против бога но в данном случае это не то что вот господи почему ты там нет чего-то не дала или там меня наказал нет скорее всего автор говорит вообще о любых словах направленных против бога и вот когда мы обращаемся к богу и задаем вопрос господи ну вот я молился но ты мне почему-то не ответил я делал добрые дела награды никакой нету или я не чувствую какого-то удовлетворения или какого-то эффекта от моих дел и мы задаем богу такие вопросы это не ропот потому что книга священного писания ветхого завета многие праведники так так говорят с богом даже более того они пытаются даже спорить с богом и они получают награду нет вот в данном случае речь идет о отвержении бога отвержении его воли двенадцатый стих не ускоряйте смерти заблуждающие заблуждение в вашей жизни и не привлекать себе погибель делами рук ваших о какой смерти здесь идет речь ну во первых конечно же речь идет о физической смерти ветхий завет достаточно четко говорит о тех наградах которые получали праведники до рождества христова это длинная долгая жизнь это богатство это дети почему долгая длинная жизнь была наградой если спросить современного человека что бывает после того как человек умрет и верующие неверующие ответят ну приблизительно одинаково праведники будут награждены и хорошие люди будут награждены а плохие люди будут наказаны ну и как бы вопрос а так было всегда и человек скорее все скажет да так было всегда но те кто читали священное писание те кто интересовались христианским богословием знают что до того как христос умер и воскрес участь всех людей была одинаковая все люди отправлялись шоу или как в переводе звучит на греческий язык от и там находились потом когда христос умер он сошел в ад уничтожил от вывел оттуда людей и вот сейчас и появилась вот небо и место мучений но тогда все люди шли шоу уже книга премудрости и в новом завете говорится что в шоу ли были как бы разные места но все равно от есть от и от бог тем что там люди не чувствовали бога в аду бога нет и вот бог чтобы наградить своих праведников он давал им долгую жизнь чтобы они подольше прожили с богом чтобы они подольше не попадали в шоу соответственно тот человек который грешил какой он получал какой он получал наказание наказание виде смерти и поэтому автор книги нам говорит не греши чтобы тебе подольше прожить сейчас все изменилось смерть физическая смерть это не то что у нас отлучает от бога апостол павел говорит что смерть для него приобретение почему потому что он хочет умереть и быть со христом хорошо бы было бы если бы и мы так говорили я хочу умереть и быть со христом но для нас людей живущих уже после смерти воскресения христа страшно не физическая смерть когда она тоже страшно а смерть вторая смерть духовная и вот этот отрывок можем понимать как указание даже на смерть духовную скорее если человек грешит он умрет но страшно не просто смерть а страшно то смерть которая нас разлучить с богом смерть вторая отлучение от бога и вечное мучение в гиене тринадцатый стих бог не сотворил смерти и радуется погибели живущих ибо он создал все для бытия и все мире спасителя и нет пагубного яды нет и царства ада на земле давайте здесь разберемся откуда в мире смерть не от бога бог не создает смерть и более того мы знаем что смерть вошла в мир через грехопадение и вот отступив от бога люди стали смертными приятно ли это богу хочет ли он чтобы люди умирали ответ нет здесь конечно еще говорится про физическую смерть но бог не радуется когда в ад отправляется грешники когда они мучаются все что делает бог он делать для того чтобы люди спаслись однажды к сожалению уже не помню прочитал ли это или где-то услышал такую парадоксальную фразу чтобы не спастись нужно приложить усилия почему она парадоксально потому что нам кажется что спасение это что-то очень сложное но давайте разберемся бог каждое мгновение нашей жизни делает все чтобы мы спаслись и что противится вот этому спасению наша воля то есть представьте бог стучится в на дверь в дверь нашего сердца образ такой знакомый вам наверно вот он стучится все время все время стучится 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 сильнее и слабее но стучится и вот человек слышит этот стук что он делает он затыкает уши он куда-то убегает от этой двери я повторяю это конечно образ никакой двери нету он пытается сделать что-то чтобы не обращать внимание на этот стук он придумывает новые двери в которых впускает кого угодно но только не бога и вот человек человек закрывается закрывается от бога но человеческая жизнь не бесконечно наступает такой момент когда этот стук прекращается он прекращается смерти человека и когда человек представит перед богом перед его глазами предстает все вот эти вот вот этот стук бога в дверь тогда и происходит суд которым мы можем назвать справедливым он бог создал все для жизни только грехопадение нарушила эту жизнь и впустила в мир смерть и семей спасительное не пагубного яда нет царства ада на земле здесь момент достаточно сложный что мы можем предложить для понимания значит либо речь идет о мире до грехопадения то есть бог создал этот мир для бытия в этом мире нет ничего не было ничего гибельного ада то есть смерти на земле не было и вот был такой благостный мир мир до грехопадения либо мы можем понять что этот текст говорит о мире который был уже после грехопадения то есть вот в этом мире ну мы скорее поймем как в человеке нет ничего самого по себе погибельного погибельным делает наша воля которая направляет то или иное чувство к греху вот человек создан с чувством года есть такое есть такое это никак не связано с грехопадением и если мы проголодались и мы хотим есть то это нормально это не греховно но наша человеческая воля может нам сказать там надо объесться и тогда вот это чувство голода она превратится в грех или у нас есть там желание общаться с другими людьми она есть она в нас заложено и мы можем общаться но мы можем это общение превратить в греховно это ругаться с кем-то и вот поэтому автор говорит что в мире нет ничего губительного почему потому что только человеческая воля на направляет это губительное к погибели более того если даже так еще более широко смотреть то даже животные не были созданы с точки зрения библии как враги людей и только грехопадение людей привелок к этой гибели гибели всего мира и изменение всего мира и и последний стих первой главы это 15 праведность бессмертно они правда причиняет смерть вот здесь интересная мысль мы ее как бы разберем немножко с конца значит если человек живет греховно он умирает ветхий завет физическая смерть новый завет духовная смерть но праведность бессмертно вот здесь автор говорит конечно не о физическом бессмертие потому что все люди умирая умирают и умирали и умирали и будут умирать пока не произойдет второе пришествие но как интересно если человек живет праведно то он бессмертен в библии бессмертность это не физическое бессмертие еще раз в библии бессмертие это духовное бессмертие в чем она выражается в жизни с богом когда человек живет когда он с богом если он с богом в теле ли вне тела он бессмертен об этом потом говорит христос в евангелие то она когда говорит о том что если вы будете есть мое тело и пить мою кровь будьте жить вечно сколько сменилось поколение христиан и они все умерли но христос же нас не обманул это действительно так если мы будем есть его тело и пить его кровь то мы будем жить вечно вечно с богом и вот здесь конечно нет еще причастия здесь есть только праведность жизнь в соответствии с волей божьей если человек живет соответствии с волей божий то он бессмертен дай бог чтобы с нами так и было мы с вами прочитали первую главу книги премудрости соломона с вами был дмитрий добыкин на библейском портале экзегет спасибо за внимание до свидания